Привет, я... Привет, я Анимэджик. Привет, я Анимэджик. Привет, я Анимэджик. Привет, я... Привет, я Анимэджик. Я что, разучилась говорить привет? Привет, я Анимэджик, и со мной тут, как всегда, мои питомцы. И сегодня вас ждет классное и, по моему мнению, очень интересное видео. Берите вкусняшечки, чаечек или что вы там любите, и устраивайтесь поудобнее. Я надеюсь, оно вам понравится, и вы поддержите его лайком. Потому что сейчас нам, как никогда, нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на канал и... Доставка, ваш годный контент. Распишитесь лайком и комментом. А я сегодня здесь ради вас. И мы вместе с вами попадем в настоящий американский зоомагазин. Еще и накануне Хэллоуина. И я покажу вам капитальные различия американских и мексиканских зоомагазинов от российских. И скажу свое мнение по этому поводу, а вы досмотрите ролик до конца и обязательно напишите, согласны вы со мной или нет. Стоп! Начнем немножечко издалека. Когда я только впервые приехала в Мексику и попала в зоомагазин Пэтка, я подумала, ничего себе мексиканцы, какие молодцы. Так они любят животных, что сделали целые торговые центры для них, в которых есть все, даже ветеринарный кабинет и грубийный салон, и все, что хочешь для своего питомца. А потом стали выясняться подробности. Оказалось, что Пэтка это совсем не мексиканский зоомагазин. Это большой американский бренд, огромная сеть зоомагазинов, которая также есть и в Америке. И также они здесь завоевали рынок, и в Мексике есть только Пэтка. Но почему это важно? Потому что это важно для понимания полной картины зооиндустрии и отношения к животным в стране. Так вот, в Мексике магазины, именно чисто такие вот их мексиканские магазины, они на самом деле совсем другие. У них совершенно другое отношение к животным. Давайте я просто покажу. Погнали! Итак, примерно вот так вот выглядит стандартный мексиканский зоомагазин. Небольшие магазинчики и чаще всего утилитарные. Это даже очень большой магазин для животных. Здесь продаются в основном корма, самые необходимые игрушки для всех видов животных, ошейники, поводки, шлейки. Кстати, на самом деле я обманула вас, и так выглядит. Это не стандартный мексиканский магазин. Это такой подкрученный, апгрейденный мексиканский магазин, потому что здесь очень много всего и много всяких приколюх. Переноски, домики, все вот такое вот. Обязательно есть аптека какая-то ветеринарная и всякие разные штучки, миски. То есть то, чем в норме люди пользуются. Лежанки и так далее. Это все, конечно же, товары из Китая, я уверена, просто посмотреть. Но этот магазин все-таки, как я сказала, не совсем стандартный. Он немножко такой подпантованный. Юмичу всегда привлекает очень много внимания в Мексике, в Америке, вообще за рубежом. Она какую-то молитву ей читает, видимо. Вот это уже что-то более похожее на мексиканский зоомагазин. Оно маленькое и с небольшим количеством товаров. Всякие бюджетные вкусняшки. Чаще всего в таких магазинах продаются именно бюджетные товары. Немножко поводочков, шлейчик, одежек. Вот там вот корма. Здесь даже достаточно тесно, то есть негде пройти. Лежанки. Это самые первые необходимые нужды для домашних животных. А вот это еще более стандартный мексиканский зоомагазин, который вот прям очень типичный для всех городов Мексики. Очень маленький, с основным набором товаров. И часто в таких магазинах еще бывают тут же и небольшие ветклиники, где принимает ветеринарный врач. В этом магазине нет, но в таких магазинах мексиканских очень часто такое бывает. Одежки, мисочки, корма на развес еще, да, как в прошлые века. Вот самые простые ошейники, металлические цепи, поводки, металлические миски. Как вы поняли, чисто мексиканские зоомагазины это небольшой частный бизнес, торгующий основными нуждами. Лишь немножечко приколов. А ПЭТКО это американская корпорация. Большая сеть. И мы даже побывали в Америке, в американском настоящем ПЭТКО. И вывод такой. В Америке рынок зоотоваров развит просто пипец как. Это огромнейшая индустрия, зарабатывающая на хозяевах с питомцами очень-очень большие деньги. И, конечно же, они пытаются развиться, распустить свои сети и распространить свою моду на соседние страны. Потому что, говоря о чисто мексиканцах, их отношение к собакам более утилитарное. Они только учатся тому, что животные могут быть питомцами. Конечно же, все зависит от города. Но чем дальше от крупных городов, тем больше их заводят в основном для охраны, для нелегальных собачьих боев. Поэтому тут очень много бойцовских пород. Для продажи питомники вот эти все с десятками чихуахуа, бегающими по двору. Не буду спойлерить, об этом я расскажу как-нибудь в другом видео. Вот эта вот древнейшая мексиканская собака, Ксоло Ицквинтли. Когда я научусь выговаривать эту бороду. Когда-то, много-много-много веков назад, была для индейцев не только там талисманом или каким-то святым существом, но и едой. Да, их даже вот просто ели собачек. Так что вот эта вот история с заведением животных просто ради любви и внимания в Мексике развивается и растет, но далеко не так уж давно. И чем больше город, например, Мехико, тем больше собак для души. Но опять же, нельзя забывать, что очень часто это не местные жители, а приезжие. Те, кто там живут по какой-то причине, но не коренные мексиканцы. И чтобы это видео для вас получилось очень интересным и классным, мы проехали множество городов для понимания ситуации с животными и зоомагазинами по всей стране. И вывод такой, все очень зависит от величины города. Мехико, столица с 20 миллионами жителей, много приезжих собаками из Канады, Америки и Европы. Там есть и свои маленькие частные зоомагазинчики, и безусловно, там есть и американский пэтхо, причем в каждом районе свой. Кстати, я заметила, что товары в пэтхо очень сильно зависят от географии. В каком именно городе находится этот магазин? Например, в Мехико больше шансов встретить палатки, товары для путешествий, коляски. А вот, например, мы были в туристических Канкуне, Тулуме, Пуэрти Ваярти, Пуэрти из Кандида. Это разные побережья, но в любом случае это курорты. Животные, в основном, конечно же, собаки, попадают туда, именно приехав в отпуск со своими хозяевами из Канады, Европы, Америки. И там есть небольшие, маленькие местные зоомагазины, но они рассчитаны на мексиканцев. А вот в главных торговых центрах этих городов, куда и ходят, конечно же, туристы, кто еще туда может ходить, обязательно есть пэтхо. И что вы думаете? Это города на море, поэтому там в пэтхо поддерживается морская тематика отпуска. Бассейн для собак. Купальник. Купальник для собаки. Купальник, понимаете? Купальник для собаки. Это капец просто. И ванна, бассейн вот такой для собак. Купальник. Спасательные жилеты, настоящие, реально настоящие спасательные жилеты для собак. Вот так вот берешь ее и тащишь ее купаться Китти Калада Такой, с юбочкой с такой Для плавания, как у серфингистов, кофточки вот такие Как для серфинга Пистолет стрелять вкусняшками кошачьими с мятой Пистолет для кошек Там можно встретить всякие разные купальные костюмы из разных материалов Для воды и надувные матрасы Плавательные банданы Даже пляжные сумки и подстилки Круги для плавания для питомцев, как для детей, понимаете? Нетонущие игрушки И все это вот такое яркое, няшное, пляжное Конечно же, все это рассчитано на приезжих туристов Местные там собак заводят совсем не для того, чтобы на пляж с ними ходить Поверьте, там очень специфический контингент У меня, например, ночью там человек в маске чуть не отобрал телефон Потом у нас украли каяк прямо практически из дома Ну и как вишенка на торте Я сидела на мотобайке А слева просто человек с вот таким вот автоматом достал другого человека из машины И там началась какая-то серьезная заварушка Так что поверьте, все эти купальнички для кошечек и надувные лебеди розовые Они, конечно, не для животных, а для их безумных хозяев Но я к тому, что именно для приезжих Город Гвадалахара Это чисто мексиканский город, в котором живут мексиканцы Нет никаких туристов, нет никаких приезжих Очень большой, около 5 миллионов И там огромнейший петка 5 миллионов жителей примерно Здесь люди живут в долгую То есть они приезжают сюда Собака, собака, остановись Ты нас не видишь, Юмичун Скажи, это нормально? Работают, ходят в офис Идут домой, у них здесь дети и семьи Здесь петка очень большой И здесь большой расчет на всяких маленьких домашних питомцев Например, здесь есть попугаи, морские свинки, хорьки, всякие птички Огромный рыбный отдел То есть здесь есть все для самых разных питомцев Чего, например, нет в петках в каких-то других местах Очень хотелось познакомиться Поэтому мы лаем и не останавливаемся Вот, наконец-то, надеюсь, ты не будешь на нас лаять Все, друзья, друзья Когда мы были в Пуэртовоярте, в магазине Петка Там практически ничего не было для кошек Почему? Потому что Пуэртовоярте это туристический город Куда в основном приезжают, например, канадские и американские туристы И, скорее всего, с собаками Поэтому там больше всего для собак А Гвадалахара это город мексиканский И, соответственно, здесь немножечко другой контент Немножечко другие акценты Здесь, скорее всего, у людей есть котики Поэтому, если вы помните, там отдел для котиков был вот такой Вот здесь отдел для кошек большой Здесь очень много всего для кошек Всяких разных игрушек, как титочек Большого количества реально игрушек Здесь есть всякие разные приколюхи для котиков И в том числе даже домики самые разные, очень прикольные Которых мы не видели в других Петка Морской отдел тут просто гигантский Очень много аквариумов и всего для рыб и в том числе самих рыб Огромное количество Целый реально отдельный зоомагазин для всего аквариумного, для рыбок И огромный выбор просто аквариумного всякого оборудования Но потом ты попадаешь в Мексике в какую-нибудь Амекамеку или Пуэблу Или другие чисто мексиканские маленькие города без туристов И миллионов жителей понимаешь, что там с домашними животными все намного сложнее Там можно встретить на рынке стаи бездомных собак, которые доедают объедки После того, как рынок начинает закрываться Это выглядит дико и жутко, мы от такого уже, наверное, отвыкли Много собак просто гуляет на самовыгуле И по пути в этих городках и деревнях тебе попадаются редкие мини-зоомагазинчики С самыми базовыми товарами для животных А порой, например, в городе Меридо Вообще, какие-то самые примитивные зоотовары и очень дешевый бюджетный корм Можно купить только в таких торговых центрах, как Волмарт или Ашан То есть в огромных продуктовых магазинах, а не в отдельных зоомагазинах В путешествии по Америке я столкнулась примерно с тем же самым Чем крупнее город, тем больше шансов встретить там пэтка Чем город меньше, тем меньше шансов встретить там большой зоомагазин Но есть какие-то маленькие зоомагазинчики для местных жителей В некоторых городах, когда ты едешь по штатам, ты можешь вообще ничего не встретить Потому что там город состоит из пяти домов Я сейчас подумала, скорее всего, и на Россию тоже ситуация похожа Напишите в комментариях место, где вы живете И какой у вас есть там зоомагазин И есть ли он вообще Продолжая тему очеловечивания питомцев И приближающегося Хэллоуина Того, как США сделали шоу даже в этой сфере Вот так вот люди бизнес делают Делать деньги вот так Давайте прямо сейчас перенесемся в еще один американский пэтка И я покажу, что там происходит в преддверии приближающихся праздников Погнали Можно собачке надеть на голову вот такую вот коровью голову Или сделать из котика единорога Как тебе, Юмичу? Свэк? Тверк? Что? Вот такие крылышки можно купить летучей мышке Котику своему или собачке Котик вряд ли захочет быть мышкой, да? Костюм Джека Воробья С косичками прям На Эйвена похож Можно львенка Львенком быть на Хэллоуин А можно лягушкой Вот такой А как вам собака-зомби? Да, Юми не очень похожа на зомби Как будто и ведро просто на голову надели А можно быть вот таким вот фараоном Покемон Тутанхамон Или скорее Филип Киркоров Еще в честь Хэллоуина продается огромное количество всяких банданок Например, вот такая вот банданка в виде тыквы Хэппи Хэллоуин Вот это вот просто убийство, ребята Это убийство Морская свинка-русалка Ну, на то она и морская, да, свинка, чтобы русалкой быть Свинка-русалка, блин Может они там покуривают что-то или кушают что-то, чтобы такие костюмы придумать Не забываем про самых маленьких и любименьких Ящерица-единорог Посмотрите на этот размерчик Это шапка на Хэллоуин для игуаны, понимаете, да? Это тоже шапка на Хэллоуин для игуаны Ящерица-ковбой Но больше всего мне нравится ящерица-рак Ящерица-рак Без комментариев Костюм морковки А, тыквы на Хэллоуин для морской свинки Отличная идея А лучше вообще свинка-пчелка Что это же свинка-русалка? Свинка-пчелка Кролик Шерлок Холмс Очень по-хэллоуински, да? Кролик Шерлок Холмс Они даже придумали на Хэллоуин вкусняшки Вкусняшки Это какие-то личинки Ну, нет, это, наверное, мумии Типа хэллоуинские мумии Вкусняшки-мумии Вкусняшки-змеи Вот эти черви И мрачные рыжечерные вкусняшки Юмичу, хочешь вкусняшку? Облизываешься, хочешь, да? Вы думали это все? Нет, это далеко не все Здесь целый отдел И до Хэллоуина еще, между прочим, сколько? Месяц? Два? Здесь у нас вот такие вот ошейники С привидениями Какое еще? Они даже выпустили коллекцию Мешков для говна, понимаете? В стиле Хэллоуин Юми, ты понимаешь? Что ты там увидела? Ты хочешь игрушку? Это целый отдел игрушек на Хэллоуин Можете своей собачке вот такую волковующего на луну Мороженка в виде тыквы Хэллоуинский коктейль Зомби-голова Тыква еще одна Вот такая вот огромная игруха-привидения для гигантской собаки Пауки всякие разные Причем всех размеров, каких хочешь Какие-то монстры, еще одни тыквы Вот такие вот летучие мышки Графы Дракулы, игрушки-канатики Такие мечи огромные, просто капец Черепушки, тоже для гигантских собак Вот эти классные чуваки Вязанные такие гигантские канаты мощные С монстриками Их несколько видов От маленьких, для маленьких собачек Типа Юмичу, да? До гигантских, просто посмотрите А дальше у нас идет целый отдел костюмов на Хэллоуин Здесь тебе и платьишко вот такое вот И опять костюм пчелки, посмотрите на эту красоту Вот так будет ваш лабрадор выглядеть на Хэллоуин Свитерочек Хэппи Хэллоуин Конечно же, здесь же холодно очень, да? Собачкам и кошечкам свитерочки можно носить Костюм тыквы опять Еще костюм пижама с привидениями Свинья Ходите, свиньей можно на Хэллоуин вашу кошку нарядить А вот это просто шикарно Это тоже костюм тыквы Только не вот такой вот тебе толстовкой, а прям реально костюм тыквы Скажи, кто хочет быть тыквой? Погимон Никто не хочет быть тыквой Сама будь тыквой, да? Я поняла, костюм тыквы тебе не очень нравится Зато, смотрите, Бэт Пэт Это костюм заключенного Для котика или для собаки Такая вот шапка Кофта И вот такая надпись Просто здесь можно имя написать А вот это просто гениально Это про тех, кто... Про то, что я сказала, что они там кушают, я не знаю Но это костюм Летающей тарелки с инопланетянином На спину животному Ну, чё, весело В ТикТоке миллиончик наберет, реально Покемон, ты хочешь быть графом Дракулой, да? Здесь есть костюм графа Дракулу С вот таким вот шикарным просто Красным плащом С рубашечкой Завязочкой Чёрненькой Ну, и, конечно же Не забываем про костюмы в виде еды Мы же любим наряжать собак в костюмы в виде еды Хот-дог, это же смешно Хот-дог, ха-ха, хот-дог Это, типа, горячая собака Это, типа, не сосиска в тесте Это, типа, хот-дог Чихуахуа хот-дог Вот, можно вот так вот собачку нарядить И сделать её сосиской в тесте Вот так это будет примерно выглядеть Причём здесь есть гигантский хот-дог Если маленькая собачка это будет смешно То вы просто представьте, как будет выглядеть лабрадор в виде хот-дога Или бургера вот такого Кошка-бургер это просто шикарно Бедные кошки, бедные собаки Бургер на спину ребёнку, да? Юми просто со страдальческим видом на это всё смотрит и думает Боже мой, люди, вы сумасшедшие Костюм паука Много глаз вот с такими зубастый паук И много-много мерзких вот таких вот ножек Причём костюмы тоже всех размеров Хоть на маленьких собак, хоть на больших Ну и на крайняк уже, если вам вот бургеры не понравились и что угодно Можно просто вот мишкой одеться Мишкой вот так вот Или акулой Собака-акула, кошка-крокодил Вы понимаете масштаб, да? Масштаб подготовки к Хэллоуину Игрушки, костюмы, даже вкусняшки просто для животных За два месяца до Хэллоуина Вы понимаете какой это рынок, да? Как людей заставляют потреблять от человечества своих животных То есть мы сами наряжаемся, мы детей наряжаем Давайте и собак тоже нарядим И кошек И кроликов И игуан И морских свинок И вообще всех И хорьков И всех животных, которые у вас в доме есть Кошечек на Хэллоуин тоже вниманием не обошли Вы видели, там были представлены некоторые костюмы для кошек Но есть даже не только для собак игрушки, но и для кошек Вот такая вот упаковка в виде летучей мыши С кучей маленьких шариков Всяких прикольных хэллоуинских для котиков Даже когтеточка есть Вот такая типа луна и звезды в ночном стиле Господи Крыса, которая сидит на спине у кошки Это такая ирония над котиками Крыса у нее в виде ковбоя сидит на спине, как на лошади В седле Это смешно Летучие мышки Все это тоже в стиле Хэллоуина В их цветах Фиолетовый, черный, оранжевый, салатовый Паучочки играть с котиком Юми, ты далеко пошла? Покемон Пошли Юми такая Надоели мне ваши праздники все Дохлые мышки Мышки Трупы Мышки-зомби Рыбки тоже дохлые Зомби Рыбки Для котиков А это костюм, наверное, принцессы и короля Принцесса Вот такая вот фея какая-то С вот такой штукой на голове И кошка-король Кот-король Посмотрите на это Ну, короче, вы поняли Хэллоуин-дома Для котов То есть вот даже так, да? На Хэллоуин Подарить котику дом Для Хэллоуина Хэллоуин Это американский, чисто американский праздник Но в Мексике есть еще один свой праздник Он называется Лос-Муэртас День мертвых Этот праздник они поразнуют гораздо, я думаю, больше, чем Хэллоуин Потому что и он более легендарный Он более традиционный И пришел намного-много раньше, чем Хэллоуин В культуру Мексики Потому что это их праздник Это праздник мертвых Здесь есть чуть-чуть, немножечко Для праздника Лос-Муэртас Нарядные вот такие вот юбочки Ободочки с цветами, господи И тематика обязательно каких-нибудь скелетов Черепушек, костей и всего Вот такой вот костюмчик Это тоже традиционный костюм для Лос-Муэртас Люди наряжаются в вот такие костюмы Это музыканты и танцуют в них Для собак тоже такое есть теперь Ну, ведьмочка сюда, видимо, попала Все-таки из Хэллоуина Это не связано никак с Лос-Муэртас А вот этот костюм тоже в стиле Лос-Муэртас Это кости И, конечно же, игрушка в стиле Лос-Муэртас Это черепушка с цветами С узорами яркими Вот так вот украшенная Вот это прям символ праздника Дня мертвых Такой вот скелетик с шуршалочкой И еще один вот такой гигантский скелет Чеканат До чего доходит очеловечивание и безумие в американском пэтко Так это еще и спорт Это одежда для фанатов Конечно же, не собака, а людей Каких-то команд И они своих собак тоже одевают в одежду В форму, как бы, этих команд Здесь есть и банданы Разных футбольных, как я понимаю, команд Бейсбольных Потому что вот здесь есть игрушки для собак В виде бейсбольных мячей Хот-догов, которые едят на бейсбольных матчах Разные вот такие вот штуки Это не один единственный стенд Есть еще один Для фанатов каких-то команд спортивных И их собак И игрушки И одежда Уже даже после этих кадров Вы могли заметить очень сильные отличия От российских зоомагазинов Но давайте прямо сейчас сгоняем в пэтко И пробежимся по самым очевидным И бросающимся в глаза Юмичу Пойдем Пошли И сейчас мы вместе с вами Зайдем внутрь И найдем 5-10 самых ярких отличий Погнали Капец, блин Просто все заново снимать У меня ужасная новость Просто капец, какая ужасная новость Мы отсняли очень много материала У меня в Мексике уже пытались один раз украсть телефон И во второй раз у человека это получилось В первый раз, когда у меня пытались украсть телефон Это был парень, который подбежал в маске И пытался вырвать у меня его Я смогла его удержать Отпнуться от него И он почему-то убежал Мне повезло А второй раз случился прямо во время съемок Мы отсняли очень большое количество материала Именно на телефон И на телефоне был микрофон Я стояла вот так вот с этим айфоном Около дороги И проезжал мимо чувак на мотобайке В шлеме в закрытом Ты не увидишь лица И просто выхватил телефон Я хотела его удержать Так же, как в прошлый раз у меня получилось его удержать И я подумала, он же не поедет вот так вот Вот так вот с человеком, да? Он это как бы привлечет слишком много внимания Но у меня в другой руке была Юмичу И поэтому она Я побоялась просто за нее Тащить ее вот так вот за байком Это было бы капец И у меня в секунды был выбор Отпустить телефон Чтобы не напугать Юмичу И чтобы с ней ничего не случилось И не вытащили ее на дорогу вместе с этим байкером Или же бросить поводок Но мозг в этот момент подумал, что она испугается Куда-нибудь убежит Она на дороге Это будет небезопасно Короче, у меня байкер на мотобайке украл телефон Вот так вот тряслись ножки и ручки Я все там заблокировала и так далее Попыталась скачать файлы удаленно через интернет Но файлы не синхронизировались И телефон отрублен И мы не можем его найти В общем, украден телефон Потерян материал Украден микрофон Эти съемки стоили очень дорого Чтобы ролик получился для вас классным и интересным Придется переснимать все И заново И сейчас мы вместе с вами зайдем внутрь И посмотрим на самые-самые необычные и яркие отличия Практически нет никаких переносок сумок, слингов и всего того, что есть у нас для кошек и собак То есть стильного, прикольного, необычного здесь вообще ничего нет Какие-то очень простые варианты просто для перевозки Огромное количество для перевозки животных именно в машине Начиная от вот таких вот гамаков Практически детских сидений Заканчивая вот такими вот насадками, чехлами на сидения Возможно это связано с тем, что здесь действительно очень часто люди передвигаются на машинах Постоянно ездят, меньше летают и скорее возят собак с собой Чем берут, например, в поездку, в большое путешествие, когда летят куда-то То есть они перемещаются скорее внутри стран и никуда особо не летают Поэтому собаки ездят просто с ними на машине Потому что они здесь по большей части ездят все на машинах Еще одна очень интересная особенность Это много товаров для содержания собак на улице Тут очень часто живут люди в частных домах Собаки находятся во дворе А еще погода очень теплая И поэтому нет смысла собаке постоянно ходиться дома Как, например, у нас во многих регионах, где холодные люди живут в квартирах Возможно поэтому, если они не гуляют с собаками Они просто делают им во дворе вот такие вот газоны для того, чтобы сходить в пипи Или стелят пеленки То есть здесь этого тоже очень много Или используют вот такие крепежи, которые втыкают в землю И собака получается привязана на такой вот трос большой и длинный И находится во дворе С улицей связано еще и то, что здесь просто огромный выбор всего для уборки за собакой Именно на улице Возможность тем, что собаки очень много времени проводят на улице Связано и то, что в магазинах представлен очень маленький выбор домашних лежанок У нас всегда лежанок очень много Потому что собаки и кошки много времени проводят дома Им надо где-то спать, у них должно быть свое место А здесь это прям не распространено Если здесь и есть лежанки, то это весь выбор, который есть И чаще всего это лежанки просто для каких-то гигантских Просто огромных гигантских собак Для маленьких собак лежанок просто нет Либо вот такие вот подстилочки Очень много будок, кеннелов, клеток и домов именно для улицы Есть некоторое ощущение, что как будто к животным немножко относятся как к детям То есть они либо спят с ними в кровати и лежанки им не нужны Либо, если они отдыхают на свежем воздухе, то отдыхают в таких загончиках, вольерчиках, как маленькие дети Говоря о крупных собаках, здесь нереальное количество товаров именно для больших, огромных пород собак И ошейники, и амуниция, и игрушки Все просто для каких-то гигантов Такое ощущение, что здесь очень много крупных собак у людей Скорее всего это связано с тем, что у нас люди живут по большей части в квартирах В частных домах они живут либо на юге, либо когда уезжают на дачу за город А тут много частных домов, и поэтому есть возможность просто завести такую большую собаку, которая будет жить у тебя во дворе Юми, хочешь купим тебе памперсы, чтобы ты на улицу не ходила вообще? Огромный выбор памперсов, прокладок и пеленок для собачек Либо у них здесь очень много собак-инвалидов или пожилых собак, для которых принято это использовать Те, у кого загородный дом, собака выходит пипи на улицу и все А те, у кого нет загородного дома, люди не особо стараются, видимо, с ней выходить на улицу гулять Пусть она дома сходит на пеленочку или пописает в памперсы, я просто это поменяю и все окей А также очень интересный момент связан с тем, какие товары есть для животных, которых нет у нас Из-за того, что здесь есть животные какие-то особенные для этого климата, которые здесь обитают То есть пауки, змеи, всякие рептилии, хорьки, шиншиллы и всякие вот такие животные, в том числе игуаны, например, ящерицы Они их здесь содержат, поэтому здесь очень много товаров для них То есть если у нас это какие-то специализированные магазины и у нас не принято содержать таких животных То есть здесь это прям большой отдел огромный, это не просто какие-то попугайчики и хомячки и шиншиллы и кролики Но реально всякие змеи, черепахи, какие-то странные рыбы, ящерицы И поэтому для них очень много товаров, которые у нас просто-напросто ты не встретишь Интересные какие-то штуки продаются для игуан, в том числе одежда, одежда для ящериц Такие вещи здесь распространены именно потому, что здесь обитают такие животные и продаются в зоомагазинах они Именно потому, что здесь предполагает география такое Говоря о ветеринарии, тут есть отдельный ветеринарный кабинет, в том числе ветеринарные препараты там продают Чтобы нам с Юмичу отсюда улететь, нам нужна справка специальная от ветеринара для вылета Так вот ПЭТКО предлагает такую услугу, что ты можешь прийти здесь, пройти к ветеринару И они скажут, что да, назовут тебе время и дату приема у какого-то другого ветеринара, у которого есть лицензия И он тебе выдаст эту справку, они говорят это, а потом в итоге люди звонят по телефону, они ничего не могут никак проконсультировать Я читала такие истории и слышала о том, что люди просто месяцами ждут хоть какой-то информации от них В общем, на самом деле очень сложно получить от них хоть какую-то вообще помощь в этом вопросе Хотя они как бы заявляют такую услугу, но услугу эту толком предоставить не могут И я прочитала очень много жала, поэтому мы пошли не к местному ветеринару, а к другому Тут очень много всего достаточно вредного и странного для питомцев в плане еды, вкусняшек, всяких сладостей, всего-всего подобного для собак И даже продаются какие-то там соусы для вкуса Типа, я же ем соусы, а почему, например, моей собаке нельзя есть соусы? Происходит некое очеловечивание, головные уборы, рюкзаки, какие-то косухи, какие-то украшения, вкусняшки в виде человеческих Тут очень много всего такого, и поэтому создается ощущение, что твой питомец это ребенок Это ребенок, а не животное, не компаньон, существо, с которым нужно нянчиться, наряжать его, кормить его вкусняшечками, баловать его и так далее Это с одной стороны прикольно, а с другой стороны происходит какое-то вот чрезмерное очеловечивание Когда заходишь в местный магазин, есть некое ощущение, что ты попал в детский мир, а не в зоомагазин Невероятное количество игрушек, и все это очень такое прям няшное, выглядит как детское Реально ощущение же, как в детском магазине, да? Полотенце в виде единорогов Вот к теме детского мира, тут даже марки такие же, как есть детские игрушки в наших магазинах Посмотрите, у вас не создается ощущение, что вы в детском магазине? Тут даже игрушки сделаны в виде каких-то погремушек, как будто для детей, или в виде колесиков, для мальчиков, да? Игрушечки в виде машинок То есть собаке, по большому счету, все равно, как выглядит игрушка, и главное, чтобы хозяин с ней играл А вот человеку не все равно Это именно для людей, а не для собак Посмотрите на эти игрушки, но это же реально как будто игрушки для детей, а не для животных Монополия, трансформеры, что хочешь Также я заметила кое-что еще интересное, это то, что здесь практически нет никакой электроники для животных То есть нет каких-то супер развивающих, обучающих игрушек, электронных мисок, каких-то поилок специальных То есть это просто здесь не развито Я не нашла практически ни одной какой-то супер мега интересной развивающей игрушки для собаки, кроме обычных игрушек И практически ничего для кошек То есть в основном это просто какие-то стандартные игрушки Их очень много, они очень разные, но стандартные То есть какого-то развивающего чего-то нет Итак, теперь я со стопроцентной уверенностью могу сказать Самое главное отличие это все-таки как таковое отношение к животным, а не сами зоомагазины Культура очеловечивания домашних животных до какой-то просто крайней степени И отношение к животным как к каким-то деткам, все это, конечно же, пришло из США Понятное дело, эта культура очеловечивания идет и в соседнюю Мексику И так как единственный крупный крутой зоомагазин это у них американский Петка Он и задает им моду и тренды Стандартный мексиканский зоомагазин Здесь есть наряды, только другие Мексиканские наряды, одежда мексиканская для собак Это национальная мексиканская одежда, только для песиков Вот эта культура очеловечивания, которую несет Америка в Мексику Она уже просочилась и даже в обычные зоомагазины Но пока что Мексика находится на стадии развития этой культуры И в большинстве городов по стране все-таки отношение к животным пока что потребительское Пока что, пока что Выходит, сейчас Россия стоит где-то между этими странами Мы уже ушли от этого прошлого утилитарного отношения к собакам как только охранникам или охотникам Но пока что не пришли к чрезмерному очеловечиванию наших питомцев И нам, как я считаю, желательно остаться вот в этом вот балансе Поэтому нам нужны хорошие зоомагазины с хорошим большим выбором Но при этом мне бы очень не хотелось, чтобы мы перешли в какую-то другую чрезмерную крайность Очеловечивание животных до такой степени, что они становятся сами, причем того не желая, жертвами Людей-потребителей, которые хотят покупать вот это вот все куклами для фотосессий Которые их пичкают сладостями и соусами вопреки вообще каким-либо разумным мыслям об их здоровье И наряжают их во что только можно Потому что они, как и маленькие дети, не могут отказаться и просто сказать Чуваки, хватит! Мне это все не нужно! Это нужно вам, люди, не мне! Это вам нужно, люди, не мне! Согласны ли вы со мной или нет, мне будет очень интересно почитать, поэтому пишите свое мнение в комментариях Ставьте нам лайк за проделанный нами огромный путь и труд Во время съемок этого видео и увидимся скоро в новых роликах Пока!